Избирательный участок номер 694. Это один из 13 специальных участков, где могут проголосовать избиратели с нарушением зрения. Они формируются по принципу массового проживания слабовидящих и тотально незрячих людей. Избирателей доставляют на участок от дома на специальном транспорте в сопровождении волонтеров. От нас только остается выбрать того, кого мы хочем. И все. Валентина Петровна инвалид по зрению. Женщина не пропускает такие события никогда. Вот и в этот раз спешит отдать свой голос. Потому что я живу на своей родине, за которую я всегда волнуюсь, беспокоюсь. Родина – это мой такой же дом, родной. И я каждый год голосую, никогда не пропуская ни одних выборов. Для удобства избирателей спецучасток обеспечен информационно-разъяснительными материалами со шрифтом Брайля и трафаретами с нанесением тефлометок. При помощи тефломаркера, нанесением на тефлометку, избиратель самостоятельно в кабине, без постороннего лица, может ознакомиться с избирательным бюллетенем и потом, пальчиком проведя по прорезям, понять, какой кандидат его интересует, в пользу которого он сделает свой выбор и отдаст свой голос. Избирательный бюллетень, в котором любой знак, знаки проставлены более чем в одном квадрате, либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. Это участок номер 753. Он находится в техникуме отраслевых технологий. Здесь обучается много ребят с нарушением слуха, поэтому сурдопереводчик тут крайне необходим. Он объясняет избирателям механизм голосования и отвечает на их вопросы. Александр Безупцев, студент этого техникума. Обучается на первом курсе на программиста. На избирательный участок пришел, чтобы сделать свой первый важный выбор. Ему в этом помогает сурдопереводчик. Это мой долг, чтобы прийти на выборы. И это будущее за нами, за молодыми. В техникуме к дням голосования готовились особенно. В фойе организовали зоны для тех, кто приходит сделать свой выбор всей семьей. Много интересных локаций для детей. Учреждения отмечают, выборы должны быть настоящим праздником для каждого избирателя. Прежде всего зоны для будущих молодых избирателей, для наших детей, которых много проживает в нашем районе. И позади меня вы видите, что ребята могут поучаствовать и в декоративном искусстве. Могут порисовать 3D ручками. Ребятам это особенно нравится. Девочки могут поучаствовать, попробовать себя в парикмахерском искусстве. Можно совершить виртуальную экскурсию по техникуму отраслевых технологий. Добавим, в ходе подготовки к выборам на многих участках была обеспечена доступная среда. Помощь оказывается как людям с инвалидностью, так и маломобильным гражданам. Олеся Павлова, Николай Иванов, Рамазан Уружмагомедов, Область новостей.